Всем привет, дорогие друзья! Хотите, я вам сегодня покажу очень крутое видео, от которого сам Экзибит в шоке и пьет таблетки? Потому что, как принято у нас, если переделывать и тюнинговать автомобиль, так это очень дорого, и не каждому парнишке по карману. Поэтому сегодня я вам хочу показать настоящую переделку, которая будет по карману каждому мальчишке. Ну а самая главная прелесть этого видео, дорогие друзья, это в том, что мы будем все это делать своими кривыми руками, кривущими. Тут на днях приезжал ко мне виндроссель и попросил замутить нечто особенное, поэтому сегодня попросил он у меня, чтобы я явился в наше тюнинг-ателье. И как вы уже понимаете, я нахожусь в тюнинг-ателье, но виндросселя еще нету. Так как он и просил, чтобы замутить что-то нечто особенное, я замучу. Мы будем использовать баллон монтажной пены. Я не очень сильно хотел показывать вам эту новинку нанотехнологий, потому что, скорее всего, Илон Маск тоже сидит и смотрит мой YouTube канал. И, скорее всего, он после этого видеоролика захочет все это дело применить на своих Теслах. Посмотрите, как шикарно и красиво все это выглядит. Конечно, многие скажут, что этот автор полный кретин, и непонятно, что он задумал, и непонятно, что запланировал. Но, уверяю вас, Илон Маск сидит и смотрит, и он видит то, что я здесь захотел запланировать. У многих из вас принято использовать монтажную пену в строительных целях. Например, когда мы строим дом, или забор, или беседку, везде все места, которые имеют щели, нужно запенивать. Вот точно так же, как я сделал здесь, в нашем тюнинг-ателье. Вся проблема в том, что весь этот автомобиль, весь его кузов нуждается в монтажной пене. Вот именно на заводе они посчитали, что для этого автомобиля монтажная пена не нужна. Вот смотрите, первое место, которое нужно запенить. Капот полностью не закрывается. И здесь постоянно щель, не знаю, можно руку засунуть прям по локоть. Поэтому это место нуждается в пене. И как просил виноглушитель, сделать что-то необычное я сделал. Я думаю, что вы догадались тоже, что я планирую из этого всего в дальнейшем сделать. Для начала нам нужно освободить автомобиль от всех этих бревен, палок, выручалок. Для того, чтобы этот автомобиль мог ездить своим ходом. А дальше мы посмотрим, что мы будем из него делать. Поедем в город людей дивовать. Либо просто будем смотреть на него и любоваться, что мы можем ему все-таки доработать сами. Что не успели доработать на заводе. Все дело в том, что в нашем тюнинг ателье все делается своими руками. И делается именно так, чтобы это было доступно для каждого пацана. Каждый нормальный и уважающий себя человек хотел бы иметь крутую тачку. Но крутую тачку иметь очень дорого. На это нужны деньги. Поэтому для монтажной пены особо больших денег не нужно. Пусть наш дорогой Elon Musk обзавидуется. Нам для этого тюнинга понадобилось сходить к дяде Васе на пилораму. Взять вот таких вот кадок и брусков. И непонятный мусор, отобранный на мусорке у бомжей. И все-таки, чтобы эта колымага могла своим ходом выехать из гаража, нам нужно поубирать всю эту пилораму. И весь вот этот вот лесоматериал, который мы позапихивали вместе с дизелем, с виндросселем. В подарки этому автомобилю для того, чтобы наш каркасик успешно держался, а не отваливался. И как мы видим, после того, как мы изымаем весь этот пиломатериал, пилолесоматериал, у нас ничего не отваливается. Поэтому ответьте мне, пожалуйста, чем мы хуже за Теслу? Да илон Маск даже не додумался бы до такого. Посмотрите, сколько дровишек мы с вами имеем. Это же можно греться теперь в тюнинг-ателье целую вечность. Все дело в том, что есть еще одна проблема. Для того, чтобы выехать на этом автомобиле, мы должны вернуть всю макулатуру, которую мы взяли у бомжей, обратно, потому что они просили обязательно верни. Экзибит тоже много чего поймет, когда посмотрит это видео. Не обязательно иметь крутое тюнинг-ателье и много бабок для того, чтобы сделать свой автомобиль попривлекательнее. Достаточно пойти на мусорку, набрать всякого хлама, который, в принципе, уже больше никому и не нужен. Разве что нараспал какой-то грубый. Мы его еще один раз применили для нас в нужных целях. Именно поэтому видеоролик начинался таким образом, что я сказал, что этот тюнинг, эти доработки будут доступны каждому парнишке. Потому что здесь из затрат, в принципе, никаких затрат и нет. Единственное, что это желание рвать вот этот вот весь материал и работать. А самое главное, дорогие друзья, я вам забыл еще одно сказать. Самое главное, это не навязчивая идея. Любую деталь, любую деталь абсолютно мы с вами сможем сделать своими руками и подешевле той, которую нам впаривают. Нам впаривают лишь то, что делают на заводах. Все одинаковое и однотипное. Если мы купим такую деталь и сосед дядя Петя купит такую деталь, так у нас уже не будет какого-то превосходства на дороге. Потому что два автомобиля с такими же деталями. Кто бы что не говорил, пацаны. Но такого реально даже в Майбахе нет. Просто вот нет. Ну а выглядит это, друзья, примерно так. Вот еще макулатура осталась. Я думаю, пускай она, эта макулатура остается, этот автомобиль с ней выглядит покрепче. Крепче кузов, удараустойчивость будет покрепче. Как-никак вы должны согласиться. Я думаю, что вот на таком вот автомобильчике было бы круто заявиться к Илону Маску. Я думаю, что вот здесь даже написано, как он называется. Это вам не Тесла. Это что-то свое, уникальное. Я знаю одно, что многие из вас уже в душе или в комментариях обосрали этого автора. Но что вы скажете на эту вот деталь? Эта деталь точно так же была сделана с монтажной пеной. Илон Маск взял, срисовал и поставил вот такой вот воздухозаборник на свою Теслу. Правда, я не знаю, что он там охладить собрался. Наверное, попец водителя, который едет и переживает, чтобы Тесла не свернула ни в какой другой бок. Вот такая вот деталь была сделана с монтажной пеной своими руками. Конечно, она еще не доделана. Мы пока занимаемся более важными вещами и более важными мелочами, как вот эта вот буханочка. Многие из вас наверняка спросят, что же будет дальше, что же дальше захотел Виндроссель. Поэтому, ребята, если вы не хотите пропустить серию про этот автомобиль, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарий. Всем пока!